Мы находимся на Дав Юда Мудбет, первая длинная строчка. Оме Раба Баравуне, Оме Рабуне, значит, сказал Раба Баравуне от имени своего папы, судя по смыслу Рабуне. Можно доказать из старых, из пророков и из Писаний, следующую вещь, следующую, как сказать, аксиому, не знаю, как сказать, следующую утверждение. То есть, человек, который хочет идти по какой-то дороге, его, как бы, никто этому не мешает. Человек, который что-то выбирает себе дорогу, то он по этой дороге идет и получается ему по этой дороге идти. Несмотря на то, что дорога не самая хорошая, то, что Рабам пишет, так сказать, как Рабама, это после Калаоха или Майса, что интересно, Валахот Чувы. Давайте, может, откроем Рабама, как он после Калаохот Чувы. Здесь написано, это Бед, где это? Давайте попробуем, может быть, если стоит открыть Рабама, чтобы было интереснее. Правильно, Алоха. Правильно, Алоха. Алиф. Решут и холадам и туна. Значит, дано человеку, каждому дано, как называется, решут. А возможность. Рацаля, тот, ацмоледерах, тува, валийот, садика, решут, ваеда. Если хочется поставить на хорошую дорогу, быть садиком, быть хорошим человеком, у него есть возможность. Вим, рацаля, а то, ацмоледерах, ра, валийот, сроша. А если он захотелся поставить на плохую дорогу, ставить негодяем, решут, ваедой. Вешу, шакатул бытой, рогейна Адама, яка, ихад, мемену, лада, астовый рай. Это тоже место второе, что человек стал, как один из нас, знать хорошее и плохое. В самом начале написано, когда сидят, съел, и это даст. Нет другого такого вида, нету животного, такой выбор быть садиком или рашой. У них нет такого понятия. А если человек, есть такая вещь, что он может делать все, что он хочет. И когда он что-то выбирает, еще мало того, что ему как будто помогают это делать. То, что мы, так сказать, немножко намекнули на то, что мы вчера видели. Когда он, так сказать, убил, он преднамерен, не преднамерен. Ну, буду дальше это, так сказать. Говорит Мара, где мы написали это в Цуким? Где мы видим это в Цуким? Это написано в стихах Тары, в стихах Пророков, в стихах Писаний. В всех трех местах эта вещь, которая упомянута. Во всех трех вещах, где это написано, Мара сразу же приводит. Эти вещи, все три вещи, она их приводит. Значит, где это Пророк, Писание и это самое Тора. Значит, где написано, Ротелях и Маэ, Вахти в Кумлех и Маэ, Итам. Еще написано, написано, был такой человек, Билам, по-русски его называют. Ну, видите, Билам. Что с ним было? Он хотел очень прийти, проконять евреев. То есть, он хотел пойти, стать негодяем, делать негодяй. То есть, как сказать, делать нехорошие вещи, которые он знал, что нехорошие вещи. Он знал, что Всевышний этого не хочет, и пытался, не смотря на это, это сделать. Мамид Варкаф Баид, что-то написано. Сначала Всевышний ему сказал, не иди с ними. Намекнул ему, как бы, что, сам Бару, Тора, Тамки, Бару и так далее, и так далее. А потом, что он сказал? Говорит, а вот, примерно, наоборот. Потом, в конце Казов сказал, хочешь, иди с ними. И потом он видел, что он упирает. Сначала пытался, как сказать, сначала, как сказать, человеку объясняют. Что, ставят его на дорогу, и говорят, смотри, пойдешь по этой дороге, будет тебе хорошо. Пойдешь по этой дороге, будет тебе плохо. Смотри, не иди по этой дороге, будет тебе плохо. И если он говорит, я пойду, иди на здоровье. Так, куда-то не дали, вот, спасибо. Дали? Это не дали, вот, за наказанием получил, кому-то все сделают. Дальше ему не дали это самое. Да и речь, потому что была это самое. Но дорога он пошел, по дороге он пошел, хотел сделать все, что сделал. То, что ему не дали. Дадели вопрос? Значит, что здесь написано? Значит, пришли, значит, что Балак написано, что был Балак, был царь Муаба. И он послал к Муабу, это самое, послал к Беляму. А что Всевышний ему говорит? Белям говорит, я должен спросить Всевышнего, может говорить или нет. Что ему все говорили? Всевышний, первый раз. Не иди с ними, не смотришь, не проклянешь, что этот народ, потому что он благословенный. Что он говорит? Говорит это самое, мне не сказать, вы слишком меня, так сказать, недостаточно почести. Нужно более, так сказать. Вы поставили каких-то там, это самое, офицеров, мне нужно генералов, чтобы я пошел, ты мне это самое. Что потому говорит? Хочешь, иди с ними. Сначала Всевышний говорит, не иди, потом говорит, иди. Почему? Потому что человек, который хочет идти по какой-то дороге, выбрал себе эту дорогу. Выбрал дорогу, так оно и есть. По этой дороге он идет. Вот и леха, а там кум леха, имам. Миновиим, где мы видим, что в пророке, написано следующую вещь в пророке. Они ошемы лукехамадамет холу аил. Мадрихоба дырах. Мадрихо хо. Бадаро взу телех. Что это значит? Что я Всевышний, который тебя учит луили, сделать хорошие вещи, чтобы как-то была польза. Не знаю. Мадрихо хо. Веду тебя по дороге, ну а почему, по какой дороге ты пойдешь? Бадаро взу телех, по которой захочешь, такой пойдешь. Бадаро взу телех. Ты сам выбираешься дорогу, по которой идешь. То есть Всевышний нам дал тору, показывает нам, как нужно себя вести, куда нужно идти и так далее. И несмотря на этот выбор, у человека есть, что он хочет, то и делать. Идет ты по этой дороге, которую дал Всевышний, наверное. Или не идет, это его личный выбор. Несмотря на то, что далове сказал, так написано, на что это похоже, сказал человек, кто встал на дорогу, сказал, иди по этой дороге, иначе будет плохо. Несмотря на то, что человек, который говорит, что я пойду по другой дороге, как сказать, пойдешь налево, как говорил этот самый камень. В Миноксувим, где написано это в Ксувим, в этих самых, в Писаниях, написано в Мишлей, притчах царя Соломонова. То есть, что значит, если он захочет быть, как лец, как этот самый, как лец, как по-русски. Клоуном, если он захочет скривляться, то будет, будет, я лиц, то будет скривляться. Для новими тенхета, если захочет быть и новими, если он захочет быть, как скроном, и, так сказать, порядочным, то будет хе. То есть, у каждого человека есть выбор, что делать. Он хочет идти по этой дороге, хочет идти по этой дороге. То, это такое было отступление, которое, как бы, по этой самой. Что значит, человек, который побежал в Ирмиклад, то есть, он кого-то убил, скажем, мы говорим сейчас про Жгага, про человека, который убил не специально, не преднамеренно, и побежал в город, убеживший по дороге, его поймал кровный мститель и убил его. Даже при двух свидетелях, все как положено, все равно кровный свидетель говорит, что он патур, у него нету наказания за это. Почему? Написано, что здесь есть спор, сейчас, как мы видим, про что он написан. Написано, что мы говорим, Ютед. Еще написано, следующая вещь написана. Он, кто он? Тот, кто случайно убил, должен убежать в 11 городов и остаться жить. Так написано. Может, придет Гуэль Адам, скромный мститель, родственник убитого, убежит за ним. Он за ним побежит. Потому что у него, как сказать, он разгорячится, как называется. У него будет мстительное такое настроение. У него греется сердце. В Иси Гой. И да, встанет его, догонит его. Пынет в Кирбе, а дорога длинная. В Икеу Нофиш, и убьет его. В Илоэн Мишпат Мовеса. У него нету наказания смертной казни для него, не в это. Почему? Кироса Нэрумит Мольшишо, потому что он ненавидел его вчера и позавчера. Значит, кому нет Мишпат Мовеса, здесь можно понять двояко. Можно понять, что то, что он убил его, это было неправильно. Почему? Потому что мне полагается смерть. Почему не полагается смерть. Потому что он ненавидел его вчера, позавчера. Можно понять, что, говорится, здесь про Гори Адама, про кого он мстит, но ему не полагается смерть. Почему? Потому что, как сказать, там, то есть, идет это самое, как это сейчас у кем объяснять, будем разбирать. В любом случае, возможно, что есть, говорится, что он не боится. Почему мы боимся, что он его убьет? Потому что ему не положено спирт на кай за его убийство. Так можно понять. То есть, если бы ему положено смерть на кай за убийство, он бы боялся. А он не боится, я бы сказать. Мы боимся, что он побежит за ним. Почему он не боится, что он побежит за ним? Потому что, если он такой, дай его, побежит и убьет, вот, за это нет наказания. То есть, у него нет Мишпат Мавеса, то, что он убьет, потому что тот находится вне города. И это спор, который мы сейчас привыкли. Значит, Рабуни считает, что если до того, как этот убийца добежал до города-убежища, его по дороге поймал, догнал и убил Гуэля Адама, кровного мстителя, то у этого Гуэля Адама, у этого кровного мстителя нет наказания за это дело. Почему? Потому что, что здесь написано, у него нет наказания за это, нет Мишпат Мавеса, нет за это смертный Катин говорится про Гуэля Адама, про этого кровного мстителя, так он говорит. А есть же две, две шти, как его, пока не выкурсит. Сейчас будем все разбирать, сейчас все это буду, мы разбирать. А, сейчас будем разбирать. А, сейчас будем разбирать. В Луэмеш Пап Мавеса, Гуэля Адам, Гу Духтиф. Мессивей, спрашивай на этот вопрос. Раб приводит Брайту, который тоже приводит разборку этого же стиха. Что там написано? Владимир Мишпатмава изберут цеха, который мы доберем. То есть говорит Брайта, что про что избориться, у кого нету Мишпатмава, кому не полагается смертная казнь. То есть убийца, который случайно убил, ему не полагается смертная казнь. Если ему не полагается смертная казнь, а тот его убил, очевидно, что того тоже убивают, то есть это не как Равуна. А там, мэр Бору Цеха, хуйной или боевой, или Адам. Брайта доказывает свое утверждение. Ты говоришь про что? Говорит про суд. Что говорит стих? Если вы лишь про этого сам, про убийцу или про кровного мстителя, что у мэр Бору Лосу не любит больший шомер. И написано, почему у него нету наказания смертной казни, потому что он его не ненавидит, что он же сам, про кто его не ненавидит, вчера и позавчера. Про кого это написано? А че это написано про убийца, который случайно убил, потому что если бы он ненавидел, вот, мы же сказали, что ему уже убежать, в роду, совершенно бесполезно. Або умер Бору Цеха, Гасух Медабир. То есть получается, что? У Ру Цеха, который бежит в город убежищ. Несмотря на то, что он еще не побежил, написано, не добежал. Про него в Таре написано, так считает, это Брайто. Вы не полагаете смертной казни. И как нужно просить по сути? Мы обвязаемся, что это самое, у него разгорится сердце, несмотря на то, что он будет, как сказать, месерут нефиш. Несмотря на то, что его за это убьют, он тоже убьет этот самый, как его зовут, кровный мститель. Потому что он убьет человека, которому не полагают смертной казни. Почему не полагают смертной казни? Он случайно убил его, он ненавидел вчера и подавчера, он туда бежал. Случается, что Брайто идет не как Равуна. Говорит Мараш, это действительно спор. У Доморки Гайтана де Тани есть другая Брайто, которая спорит с предыдущей Брайто. И Равуна считает, как это другая Брайто. Что написано в другой Брайто? Выловит мишпат мобес, другая Брайто тоже объясняет этот же стих. Выловит мишпапабес, и у него нету, ему не положено наказание, смертная казнь. Почему? То есть, про кого это говорится? Говорит Брайто, про Гуэли Адам, а потом не да, Брайто. Говорится про хроновостителя. Если хроновоститель умрет по дороге этого убийцу, то у него нету наказания. Почему? Как это доказывается? Кто-то скажет, что говорится про это, не про это. Объясняет про это, объясняет свое мнение. А там Эль Брайто говорится про хроновостителя. Про что говорит стих? Ты говоришь про хроновостителя или про убийцу самого, который случайно убил? Откуда я знаю, что это говорится про хроновостителя? Часть послуг говорится про кого? Про самого убийцу, что он не ненавидел его вчера и позавчера. Омер мани микаем, гани мани микаем. Вэллоиме шватмавост. Абрахишер говорит вторая часть послуг, про сколько про убийцу уже сказано. Эта часть послуг, которая говорит вэллоиме шватмавост, у него нету наказания и смерти, говорит про Гуэли Адам, про хроновостителя. Получается, что есть послуг между Брайто и это сам. Один, то есть, у обоих нету кроновостителя, понятно, да? То есть, есть Брайто, который говорит, что за убийство такого человека в появлении, когда он бежит в свой город убежища, нету наказания, есть такая, что есть наказание. Это зависит от того, как понять этот послуг. Давайте, прощем раз, как объясняет. Эти послугим вайхи комар. Давайте, прощем раз, и два, это самое. А то, что написано, что он ненавидит, потому что, чтобы не было, чтобы не было, что он был, может, побежит за ним, правильный птицер, да? Ах, рейруцаях, за этим убийцей, вы, если бы выкал он офис, и документы вы убьет, его было, и с ярой бы бейзин, и он не будет пугаться бейзин, не будет не бояться бейзина, почему кейн лоиме шватмавост, за то, что он был, не полагается смертной кайдой. А то, что написано, что он ненавидит, вот тут говорится про начало, потому что, чтобы не бежал за ним, поскольку он не будет бояться, а от нему не положено смертной кайдой, по идее, почему, потому что он не ненавидит, ему хорошо убежать в тихо рода убежище, но поскольку за убийство не влагает смертная кайд, мы боимся, что он убьет, и его бьет. Кейнердов говорит, Адам, а не умер леха, лахин до дырах, поэтому говорит, Тура, приносим и дорогу, в руцех, второе мнение, что говорится про руцеха, про самоубийство, и так сказал поскольку, Пен, Ердов, а виси, а ваик, а вау, а вау, или мус, кило, сон, и вау, а 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 вау, так мы уже говорим, два объяснения поскольку. Сейчас Мурабель пытается повести, то есть получается спор Брайдера, а вон искал как одно из мнений. Мурабель приходит, приводит доказательства, что избирает на этот вопрос, то есть приводит из нашей Мишны. Вы учили в нашей Мишны, что человек, который бежит в город-убежище, мусрин лой, на, мусрин рушнеет ламде хахами, и приводит, что вы с ним шли два талмида хахома, с ним бежали. Почему? Шема яргена бедерах, потому что мы обращаемся, что его, этот самый хронный пститель бьет по дороге. Ваидабру и лапын, они будут должны говорить с этим, как возговор, адам, хронным пстителем. Пражетам раз, зачем нужно талмида хами? Май лап, дыма трубы, чтобы они сделали атра, почему? Они должны что-нибудь сказать, они сказали, смотри, ты их, ясходишь убить этого друга. За его убийство тебе полагает смертная казнь, за убийство человек полагает смертная казнь, а ему не полагается смертная казнь, потому что он не специально убил, и он сейчас бежит в вермиклад. Это то, что они ему должны искать, они должны после этого, если он убьет, его убивают. Это называется атра. То есть это называется атра, вот уже предупреждение, должны предупредить его, что он не убил, для этого нужно свидетельствовать два свидетеля, два туман хаха, ты икат или икат баркат леу, то есть они ему говорят, смотри, если ты убьешь, то тебя тоже убьют, потому что за его нельзя полагать, тебе его нельзя убивать, если ты убьешь, то и полагает смертная казнь. Падло, говорит мра, нет, зачем он дают этих двух, с ума ле хаха ми им, ле ка дэ тани, а как учили, выбирайте, вы добро и ла в дворе, мару им ло, они говорят, они пытаются уговорить, не то, что они говорят матре, почему ла троту бесполезно, почему ла троту бесполезно, потому что мы можем объяснить, что если действительно тот убьет, ему нету запретных, за бред убивать, нету наказания за то, что он убил, а что они ему говорят, а то мрим ле аль тангак боменгак шоу в кей доме, не смотря на него, как на зломеренную убийцу, бешгад габа, май садая дой, потому что он сделал случайно, рабе мэру, мы добирали даяц, рабе мэру, он говорит, что неймар, это слова родцеха, слова убийцы, а он мрю, арбештихусоса. Здесь где-то я не помню, что-то, я пропустил, не помню, что-то. В общем, говорят, это как бы доказательство, что они должны быть, здесь нужно понять, зачем домадаха хамим, если есть, а трое нужно домадаха хамим, если нет, то тоже нужно домадаха хамим, чтобы они ему хорошо объяснили. То, как будто ни было, можно объяснить эту Брайтлу, то есть, нужно нашим мишам тоже объяснить двояко, как мы сказали, нашим мишам нет доказательства ни в одну сторону, есть спор Брайтлу, как мы уже видели. Нашим мишам написано, что придут ему двух, хамим, двух мудрецов, которые с ним идут. Зачем ему дают этих двух мудрецов, чтобы если пришел и побежал, прибежит за ним, этот самый кровный, сидит, захочет убить, они будут с ним говорить. Что они будут говорить с ним говорить, зависит. Если мы скажем, что если он убил в дороге, ему полагает смертный убийство, то, что ему говорят, называется отра. Его предупреждают, смотри, если ты убьешь, тебе обьют. Если же мы скажем, что если у другого не полагает за смертный убийство, то мы попробуем втибе, что ему говорят, тем самым человеком, он его уже не специально это сделал. Они пытаются это объяснить. Почему это мудрецы? Потому что мудрецы, по-первых, почему они мудрецы, потому что мудрецы у них знают, как делать отра. Знают аллахот, знают, как нужно бить уклад рот, какие именно слова нужно сказать. Если мы скажем, что выговорят, то тоже видно, что в ДСЦ у них получают белые порода, они хорошо уговариваются, поэтому нужно выдать цели. Поскольку можно объяснить вояку, значит, у нас вопрос остался открытый, потому что это спор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...